31-я годовщина завершения спецопераций советских войск в Афганистане. Вся Россия уже 15 февраля. В эту субботу будет, так или иначе, отмечать это знаковое событие. И более подробно об этом мы сейчас поговорим с Юрием Щербинским, председателем правления общественной организации «Окслав» воинов-интернационалистов. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Валентинович, рассказывайте, чем, как сегодня живут ветераны Афганистана? Ну, нужно сказать, что 31 год прошел с того момента, как последний солдат покинул территорию Демократической Республики Афганистан. И уже тем солдатам, которые были призваны на службу в те годы, им уже около 50 лет, а многим уже намного больше. И сейчас наши афганцы, как правило, объединяются в ряд организаций, которые, будем так говорить, соблюдают их интересы, и в которых они могут общаться с теми людьми, с которыми они когда-то в свое время выполняли очень важную правительственную задачу. Юрий Валентинович, скажите, сколько среди этих воинов, среди ветеранов крымчан вообще? Как много их в Крыму? Ну, если смотреть по призыву, то было призвано 3766 крымчан. Ну, сейчас есть люди, которые не были призваны из Крыма, но находятся на территории Крыма, поэтому где-то можно насчитывать порядка 5000 человек, которые выполняли свой долг. В связи с этим событием, что запланировано в Крыму? Что будет происходить? Ну, традиционно воины-афганцы собираются возле памятника погибшим крымчанам. Это всегда происходит 15 числа. И в этом году, 15 числа в 10 часов утра, наши братья-ветераны соберутся для того, чтобы встретиться вместе и отдать дань памяти тем крымчанам, которые не вернулись из гор и пустыни Афганистана. Но это же не единственные мероприятия, которые вы проводите? Ну, будем так говорить, что все организации, афганские организации, и в том числе объединенный Крымский союз, который объединяет их под своим началом, они ведут определенную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Причем эта работа ведется постоянно, не только к 15 числу, хотя в том числе и 15 числа наши ветераны посещают школы, высшие учебные заведения, и рассказывают о том, как наши войска выполняли поставленную правительством задачу. Должен сказать, что кроме того, что мы работаем с молодежью, естественно, что и ведется работа непосредственно с самими участниками наших организаций. Я считаю, один из важных моментов – это предоставление возможности поправить свое здоровье, потому что многие, конечно, свое здоровье на войне подорвали. Поэтому Центральный офис боевого братства выделяет такие средства для того, чтобы приобрести путевки для ветеранов Афганистана, и они в крымских санаториях получают соответствующее лечение, что, собственно, помогает им дальше смотреть на жизнь уверенно. Скажите, пожалуйста, 15 февраля пройдет мероприятие около памятника воинам Афганистана, а также все это действие переместится в театр. Да, конечно. Значит, возле памятника будет только возложение цветов. Это основной ритуал. Это в 10 часов утра, да. А после этого с 11 часов начинается торжественное собрание. Оно будет сопряжено с концертом для ветеранов-афганцев, ну и для гостей, естественно. Будут награждения отличившихся, потому что у нас очень много активных членов организации, которые действительно своим примером показывают молодежи, как надо любить свою родину. Это будет на собрании или уже непосредственно на концерте? Это будет, значит, ну это, как правило, проводится вместе. То есть выступления, поздравления, награждения, концертные номера, это будет перемеживаться. Известно ли, насколько широка эта концертная будет программа? То есть это будет несколько часов идти? Кто ее готовил? Как готовил? Ну, насчет концертной программы я вам, наверное, ничего пока не скажу, пока мы ее не увидим, потому что в основном для всех она, ну будем так говорить, неизвестна. Секрет-сюрприз. Ну, как правило, все мероприятие укладывается где-то в полтора часа, час сорок минут. Юрий Валентинович, а может ли любой поучаствовать в этом? Ну, я имею в виду поучаствовать, прийти, да? То есть к памятнику, на концерт, торжественное мероприятие, или должны быть особенные приглашенные? Да, к сожалению, вместить всех желающих в музыкальный театр не в состоянии, поэтому мероприятие это проводится, собственно, Государственным советом Республики Крым и Советом министров, поэтому ими были подготовлены пригласительные билеты, Ну, и с помощью наших организаций эти билеты были распространены среди воинов-афганцев, были приглашены также кадеты, в первую очередь, кадеты симферопольских школ для того, чтобы приобщиться к такому важному событию для нашего народа, я считаю. Ну, я думаю, что прийти и почтить память к памятнику воинам-афганцам в 10 утра смогут все желающие. Да, там у нас, в принципе, места там не очень много, но все желающие всегда помещались. Юрий Валентинович, 31 год прошел, эта дата уже не маленькая, 31 год все-таки, и насколько сегодня актуально, важно помнить память воинов-интернационалистов? Ну, нужно сказать, что наши воины всегда отличались от воинов других государств своей самоотверженностью, своим героизмом, своим желанием выполнить боевую задачу любым способом, в том числе и за счет собственной жизни. Поэтому героизм этих солдат не должен быть забыт. Ну, и правильно говорят, что если что-то будет забыто, то это обречено на повторение. Конечно, любая война – это большое горе, и чтобы это повторилось, очень не хотелось. Вот как раз таки именно для того, чтобы это не повторилось, наша задача – передавать эту память бережно, из рук в руки, будущим поколениям, не забывать чтить, делать это ежегодно, и не только в канун этой даты, не только в канун 15 февраля, но и в любые другие дни. Огромное спасибо вам хочется выразить, Юрий Валентинович, за то, что это утро вы встретили в нашей компании. Но телезрителям хочу напомнить, что у нас сегодня был Юрий Щербинский, председатель правления общественной организации Оксфо «Воинов-интернационалистов». Ну, а наш эфир продолжит новости интернета.